Паркентская улица почти самое начало. В самом начале там военная академия, а снимать ее категорически нельзя. Рестораны по-прежнему закрыты, но на доставку работают. Продолжение улицы Паркентской, но уже 30 апреля. Некоторые новости к этому часу. Плюс 15 новых заболевших за последние сутки. Вообще тенденция хорошая. Количество общих больных не превышает тысячи человек. Умерло всего за все время карантина 9 человек сегодняшних. И все меньше и меньше людей больных. С сегодняшнего дня разрешено движение на личном транспорте в утренние и вечерние часы. Но по сути весь день уже ездят на личном транспорте тем, кому куда-то нужно. Можно уже, например, уехать на такси. Я пару дней назад ночью ходил в аэропорт. Думал попытаться улететь в Москву. В Москву я не улетел. Но вот путь мне весь пришлось пройти пешком. Туда 12 километров и обратно 12 километров. Вот. Ну а сейчас я доснимаю улицу Паркенскую. В этой части снесли уже старые дома. И вот по красной линии, так называемой, новостройки. Некоторые из них уже заселены. Но много еще и вот недостроенных, недоделанных. Они найдут своих жителей чуть позже. Ну а за красной линией с красивыми домами продолжает жить своей жизнью махаля традиционная. Вообще дома строят неплохие. Вот с такими вот балкончиками есть. Некоторые балкончики эти предназначены, насколько я понимаю, для кондиционеров. Можно ставить свои собственные кондиционеры. И они будут не портить внешний вид дома. Это правильно. И они будут не портить. Вот этот мост собирались торжественно открыть на Навруз Но торжественности никакой не получилось К сожалению, с этим, блин, вирусом Трасса ждет своего открытия Красивая современная улица становится, Паркенская Паркенский центр огромный, современный Вот, в общем-то, здесь Паркенская улица и заканчивается Дальше идет шоссе Ну и я буду эту короткую заметку в видеодневнике заканчивать На самом деле, передвигаться по Ташкенту еще свободно нельзя Можно выходить только по надобности в аптеку, в магазин или на работу Ну, можно считать, что я выхожу вот так вот на работу Хотя, может быть, это некоторым и не понравилось бы Так что я ограничиваюсь только вот этим коротким репортажем сейчас Если вам захочется, чтобы я показал вам какую-нибудь улицу Напишите, пожалуйста, в комментариях Пооднемножку карантин отпускают Карантинные меры становятся слабее Не такие жесткие И, возможно, я буду потихонечку выходить И делать репортажи с улицы Ташкента На этом пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok